Продолжение следует... Куклу я ей вчера купила и сказала, береги. А сегодня удивилась. Вижу кукла без ноги. Так на резвые ручонки детям жаловалась мать. А сама их то и дело принималась целовать. Знает мама, что не вечно этим пальчиком шалить. Знает, что придет их время, буду с нею труд делить. С этим сюжетом я участвую в двух совместных проектах. В одном из них это Эра любви, которую организовала Ольга Челябичаби. А второй проект организовала Оксана Дереза. Вышивание приметы. Сегодня я хочу немного отчитаться. Показать сколько же я прошла. Отсвечивает размером эта работа 20 на 31. Фирма МП Студия. Ниточки здесь Гамма и Аида 14. Канва дизайнерская. Так написано на схеме и в инструкциях. И вот сколько я на сегодняшний день вышила. Да, немного. Но я рада этому. Я рада то, что я начала этот проект вышивать. Вечерами и ночью его не очень ты повышиваешь, потому что канва темненькая. Мне как-то она, она не черная, но темненькая. И сама вышивка эта монохромная. От нее, конечно, устаешь. Те, кто вышивал монохромную вышивку женщины. Ну, не только женщины. Уже теперь я вижу на ютюбе очень много молодых людей, ребят, которые вышивают. И что такое монохромная вышивка, особо объяснять не приходится. Потому что глазки быстро утомляются, устают и хочется сделать передышку. Начала я вышивать работу от красной точечки, которая была указана на схеме. Сейчас я вам ее покажу. Вот она была указана на схеме дизайнеров. Точно так же она была указана на схеме и на канве. И получилось так, что я начала вышивать с детской ручки. Вот это вот, наверное, кофточка. Дальше пошла ручка. Вот почему именно с этой красной точки? Потому что написано так, что успешный результат вышивки зависит от совмещения красной точки на схеме и дизайнерской канве. Ну что же, будем делать так, как написано. Не будем самодеятельность проявлять и будем идти на это. Что хотела сказать и отметить про ниточки. Хоть ниточками гаммы я вышивала две или три работы уже. И как-то мне кажется, что они все время по-разному себя ведут. Неплохие нитки, но ведут себя по-разному. Вот в этой вышивке, в частности, сложение в три ниточки. В три ниточки и полный крест вышивается. И когда я пронизываю иголочкой канву, почему-то они начинают пушиться. Как-то не очень мне. Вот я не пойму, почему. Может быть, я что-то неправильно делала. Может быть, я иглу неправильно подобрала. В общем-то, четырнадцатая канва. Аида четырнадцать там. Не любая, но двадцать шестая, двадцать четвертая иголочка даже пройдет. Ну и может быть, я вышиваю слишком тонкой. Я иногда и двадцать восьмой, и двадцать шестой. Может быть, из-за этого они пушатся. Но что-то вот я неправильно делаю. Вот. Вышиваю я ее не часто, эту вышивку. Потому что одновременно я участвую в нескольких проектах. И у меня большие процессы еще с большим количеством ниток. И здесь я уже беру иногда только я вышиваю. Несколько дней вот всего лишь на всего. Ну, у меня еще время достаточного. Достаточно в проекте Эра любви у Ольги Челяби-Чаби. У нее не прописаны такие строгие правила. У нее проект не будет закрываться. Она рассказывала, я слышала, слушала, вернее. Так что мне не подгоняют сроки. Точно так же и у Оксаны. У Оксаны я буду выкладывать отчеты. И фотографии буду выкладывать ВКонтакте, в группе. И видео сниму. Видимо, видео буду снимать. Вот. Меня вдохновляет вот этот сам сюжет. Хоть у меня немного такие вот вышивки получаются. Но я не могу назвать их казусами. Ну, какие-то такие мелкие, не очень приятные моменты. Когда вот ниточка начинает пушиться и неправильно ложится. Ну, я ее пытаюсь поправлять, конечно. Вот. И меня вдохновляет вот этот вот сам сюжет. Мне так хочется уже вышить. Такая нежная эта картина получается. Вот. Я хотела сегодня вам рассказать и показать, что я начала свою работу. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго. Всем желаю всем удачи. Если кого-то заинтересовал этот сюжет, пишите комментарии. Я буду очень рада. До свидания. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok